Зима, как обычно, наступила внезапно, но для челябинцев есть лайфхак. Как согреться? Нужно всего лишь залезть в автобус и пообтираться плечами об своих сограждан. Правда, при условии, если удастся сюда попасть. С утра на челябинских остановках начинается сиквел ледового побоища. Сотни горожан пытаются пробиться в салон общественного транспорта. Кому-то удается сделать это только со второй или третьей попытки. Особенно много жалоб из трактора Заводского и Советского районов. Уехать утром практически невозможно. В маршрутке вот так, в автобусах вот так. Многие возмущаются транспортом. Не хватает. Причем он идет весь переполненный транспорт. Сколько там маршрутов есть, особенно там, где я живу, там их вообще мало. За что платить-то будем? За то, что они опаздывают, за то, что не можем сесть. Пазики особо не спасают. Накануне маршрутку номер 36 жители Федоровки так и не дождались. А в Копейске незапланированная зима вообще парализовала весь транспорт. Уехать на работу и учебу не смогли около 150 человек. Власти уже анонсировали проверки. Проверено 16 транспортных средств по трем предприятиям. Составлено 5 административных протоколов по выявленным техническим неисправностям. Удивительнее всего, что за такие удобства пассажиры теперь платят повышенную стоимость. Выяснять, почему поездки в Челябинском транспорте превратились в квест на выживание, будет прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержание дорог на территории города Челябинска. При наличии основания в случае выявления нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Возможно, взбучка поможет чиновникам оперативно разрешить коллапс. Ведь впереди настоящая зима. А значит, к существующим проблемам добавятся заглохшие двигатели и нечищенные дороги.